Электронный саботаж. Которая в прошлом году обещала победить янтарную мафию, получила неожиданный удар от нелегальных старателей. Короли украинских дорог. Чем хуже вам ездится, тем лучше им живется. Какой жирок нарастили главы автодоров на ямочном ремонте. Добрый вечер. Это подробности недели с Алексеем Лихманом. Неделя эта показала нам с вами реальную скорость реформ в нашей стране. На примере электронного декларирования. Полгода прошло после первой подачи, а ВОЗ проблем и ныне там. Новости об эдекларациях сейчас точно такие же, как и прошлой осенью. Когда топ-чиновники, депутаты и судьи впервые показали, чем же владеют на самом деле. Такой же неработающий сайт, на который опять жаловались даже в правительстве. Такие же необъяснимые миллионы налички у политиков. Такие же особняки, такие же автомобили. И все это при очень скромных официальных доходах. Изменились ли за полгода только две вещи. Во-первых, если раньше все обещали проверить задекларированное богатство, то теперь о проверках почти не говорят. Зато очень активно обсуждают, как же еще переписать закон об электронных декларациях. И на кого заменить нынешнее руководство агентства по предотвращению коррупции. Ну а во-вторых, вдобавок к 100 тысячам деклараций политиков и чиновников, теперь в системе появились декларации даже бухгалтеров сельсоветов. То есть в 8 раз больше документов. Как так получилось, что за полгода и проверки толком не начались, и даже реестр не заработал нормально. А главное, кто должен понести за это наказание? Поясняла Елена Зорина. Декларационный ажиотаж. Бессонные сутки. Нервы чиновников на пределе. Вечерами пробовали, вночей пробовали. Не получается. Новый конфликт в Кабмине. Вы сядьте и сделайте свою работу. Мы делаем свою работу. Я вижу, просто миллионы деклараций. Вы не видите. Там есть зеркало, вы можете встать и сама на себя кричать. Вы сами не способны организовать работу с вашего сайта. И таким чином вы ставите всех людей перед загрозой два года тюрьмы. Премьер и члены ведомства против главы нациоагентства по противодействию коррупции. Я хочу, чтобы человек, который получил 100 тысяч гривен в месяц, работал на эффективном уровне. Они в какую-то выставку, я не пойду. Почему доступ к реестру не для всех? И что же на самом деле стоит за неполадками системы недекларирования? Все секреты чиновничьих, сибирских и прокурорских доходов хранятся вот в таких металлических шахапах-серверах. Именно из-за этого оборудования якобы главные проблемы с электронным декларированием. Но так ли это? А может быть просто нет рьяного желания показывать, сколько зарабатывают и чем владеют власть имущие? Вот и запускают игру под названием «Неработающий сервер». Квест этой недели. Зайди и подай декларацию. В интернете полно снимков экранов, когда отказано в доступе к сайту. Рождаются новые мемы. Декларанты образуют целое сообщество тех, кому с реестром не повезло. Индикационный код жены знаем. Индикационный код родственников уже наизусть. Судья окружного админсуда Киева Богдан Санин три недели пытался подать свою декларацию. Стопки документов, из которых не единожды переносил данные в электронную систему. Ну вот уже заработает. А, ну вот уже не работает. Пароль для входа теперь разбуди. Даже среди ночи вспомнит неудачи с сайтом. Судью буквально преследовали. Думаю, надо подождать. Долго? Неизвестно. Когда заполнял разделы недвижимости. Нет у нас области. Хотя здесь должна отображаться полностью весь перечень областей. И даже когда пытался написать дату рождения матери. Не воспринимала, не принимала эти данные. Почему? Ну, сложно сказать. Поэтому пришлось поставить графу о том, что мне неизвестно. Для него декларационные мучения закончились в среду. В два часа ночи. В селе Соколовское возле Кропивницкого квест по сдаче декларации к середине недели только начинался. И в второй час ночи опять и работали. Сейчас весна города тоже не сильно побегаешь и не позапомниешь. Не смогли подружиться с сайтом и в небольшом селе Топоревце под Черновцами. Главный бухгалтер сельсовета Марина Поныч заполняет документ уже неделю. И каждый раз заново. Один раздел меня остался разнести, но система пришла с ладой. А вот секретарь сельсовета, чтобы избежать штрафа, сидит на декларации по ночам. Человеку отправили, получилось швиденько. Освою, ну, ну, никак. 22 депутата у нас в Сельской Раде и звонят, и питают, как выйти из ситуации, допоможить, что делать, куда идти, вернуться, может, в область. Почему система дает сбои? Ведь осенью во время первой волны декларирование было то же самое. Конечно, мы можем тут сказать про саботаж, на жаль. Саботаж в деятельности Национального агентства спецназа подбегания коррупции. Можно припустить, что систему просто выключали. Так вот вопрос, на чье прохание эту систему выключали. Теперь уже бывший разработчик системы Юрий Новиков предполагает, ее полностью переделали и не к лучшему. На трех серверах, значит, она была построена, и она выдерживала миллион декларантов. Она могла подать в течение суток. После того, как поставили новую систему, начались вопросы с ней на 200 тысячах декларантов. В нацагентстве по противодействию коррупции кивают на системных администраторов. Мол, они виновны в мучениях декларантов. Компьютерщики умывают руки. Она дает обладание на ЗК. А программное забеспечение дает на ЗК. Мы лишь администратором. Нам никто причину не сказал. По этот час, как не сказали причину в прошлом году, нам не дала ответ ни Генпрокуратура, ни СБО. Дискредитировать нас и потом аннулировать все, что есть в системе, потому что оно было сбоями. А аннулировать есть что? Из уже задекларированного чиновниками украинцы Диву даются иконы, старинные книги, бронзовые статуи, дорогие украшения, машины, дома и традиционно сотни тысяч долларов под матрасом. Если еще осенью он завидовал другим, теперь сам удивляет. Министр энергетики Игорь Насалик вместе с женой в прошлом году заработал полтора миллиона гривен, но умудрился купить два новеньких Мерседеса за 4 миллиона. К тому же наличкой в банке чиновник хранит столько, что так просто не унести. Почти миллион долларов, а это около 10 килограммов веса, полтора миллиона в гривне, еще три с половиной килограмма и четверть миллиона евро потянут на килограмм другой. А платят за все это громадяни. Нардеп Ляшко и без мандата не пропадет, как шоумен неплохо справляется. Попереду много интересных тем, поехали. Пятую часть своего дохода получил в прошлом году на телевидении, хотя по закону такие подработки нардепам запрещены. Также избранник задекларировал селянские виллы, беговую дорожку, дорогие часы и не одни, а еще украшения сожительницы. А вот рекордсмен первой волны декларации, народный фронтовик Игорь Котвецкий и сейчас не бедствует. Показал 115 миллионов гривен доходов и 240 миллионов налички. Только на шопинг и отдых он потратил 12 миллионов. Пока одни декларируют богатство, а другие пытаются хоть какой-то документ подать. В Украине заговорили о новой системе. До этого, власне, зараз заводится весь тот сценарий, который реализовывался. Это коштует 12,7 миллионов долларов и займет 4 года. Построить систему мониторинга дня 3-4, значит, посмотреть, что она покажет. И, судя по тому, как система себя ведет, еще за неделю откорректировать показатели. Если исправить старую разработку, можно быстро. Зачем затягивать на годы? Может, действительно, чтобы скрыть чиновничьи яхты, виллы и тонны кэша от любопытных глаз? Елена Зурина, Ольга Паломарюк, Елена Брынза, Марьяна Бурякова, Геннадий Аникенко и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. По итогу, из-за сбоя в системе официальный дедлайн второй волны декларирования перенесли на месяц до 1 мая. А вот по состоянию на 1 апреля в реестре уже больше миллиона документов. Непосредственно деклараций более 800 тысяч. Одни только народные депутаты внесли свыше 11 тысяч документов. Как это все теперь проверять? Сколько нужно людей и времени? И есть ли вообще желание у наших правоохранителей заниматься реальной проверкой? Давайте обсудим с Валентином Наливайченко, который отлично знает настроение украинских спецслужб. И Русланом Радецким, замглавы агентства по предотвращению коррупции. Он с нами будет на прямой связи. Валентин, Руслан, я вас приветствую. Руслан, начнем с вас, пожалуй. Скажите, а как так получилось, что за эти полгода даже сайт не смог у агентства нормально заработать? По вашей оценке, кто в этом виноват? Доброго вечера, шановні телеглядачі. Достоменно, что произошло с реєстром, або что произошло с реєстром, известны государственные специальные системы, которые выполняют функцию администратора данного реестра. Однако, ответственным за данную часть работы в Национальном агентстве за вопрос о коррупции, є Наталя Корчак. Всі ті заяви, які лунають з її сторони, фактично базуються і грунтуються на інформацію, яка подається державним підприємствам українській специальній системи і координованій нею безпосередньо департаментом, підрозділом. Руслан, тут не можу не відомити, що Наталя Корчак киває на вас в цьому вопросі і говорить, що це ви, в общем-то, должны нести відповідальність. Ну, вместе з тем, в Кабміні і Мінюсі говорять о том, що в відставку должно подати все руководство агентства. Скажіть, готові ли ви це зробити, ну, вместе со своими колегами? І вважаєте ли, що ці требования справедливі? Я хочу зазначити, що Наталя Миколаївна все ж таки відповідає за роботу відділу по забезпеченні роботи реєстру, і це безпосередньо є її відповідальність. Мій напрямок – це проведення аудиту електронної декларації, які вже подані в самий реєстр. Тобто, я здійснюю аудит. І безпосередньо під час жовтня я Наталі Миколаївну неодноразово повідомляв про те, що реєстр не працює, в письмовому вигляді повідомляв, що реєстр не працює належним чином, що у суб'єкта декларування можуть виникнути проблеми. І в вашому сюжеті вони розповідають про те, що вони ряд інформацій не можуть занести до реєстру. Це правда. Про це я також повідомляв Наталію Миколаївну. На жаль, мої звернення в письмовому вигляді залишилися не розглянуті і не прийняті рішення. І те, що вона заявляє, що вона відправляла смс-ки директору ДПУСС, то я думаю, що їй не треба було відправляти смс-ки, а належним чином реагувати на мої зауваження. І я би сказав, жити в тому ДПУСС для того, щоб забезпечити належну роботу. Руслан, судя по тому, який у вас об'єм роботи, жити там в вашому агентстві треба всім, починаючи від руководства до простого рядового сотрудника. Смотрите, на сьогоднішній день у вас сотні тисяч тільки декларацій. Документів взагалі мільйон з хвостиком. Скажіть, у вас достатньо ресурсів, чоловічного ресурсів і средств, для того, щоб реально проверять вже ці декларації? Так. На сьогоднішній день подано 1 мільйон 195 тисяч електронних декларацій. І Департамент фінансового контролю моніторивого способу життя фактично з жовтня місяця живе на ЗК. Разом зі мною, ми там разом і живемо. Щодо ресурсів, звичайно, законодавством і в загальному плані передбачалося проведення автоматизованої перевірки, автоматизований аналіз цих електронних декларацій. І Наталя Миколаївна мала би забезпечити розробку цього 4-5 блоку і при подачі електронних декларацій вона би автоматично була б проаналізована і сама декларація була б провірена. Сьогодні працює 35 чоловік в Департаменті фінансового контролю. Звичайно, цього ресурсу не вистачає, тому що ми передбачали наявність автоматизованого аналізу. Його цього немає. Тобто, я думаю, що це вина, якість організації проведення всього процесу, його підготовки або небажання забезпечити належну роботу. Действительно, сложно понять, чим займалося агентство, його руководство последні полгода. Руслан, я вас попрошу оставатися з нами на связі. Еще будуть у мене к вам вопросы. Валентин, тепер к вам. Вот ви, як считаєте, відставкою руководства агентства Можна рішити цю проблему? Що-то це змінить или нет? Треба людям сказати насправді, що таке електронне декларування, наскільки воно важливо для держави, для бюджету, тобто для людей. Важливість полягає в тому, щоб всі електронні декларації, насамперед, міністрів, президента і народних депутатів, саме вони є ті декларації, саме ті багаті, які мають бути перевірені антикорупційними органами. Не треба забовтувати тему, що мільйони, тисячі, десятки тисяч інших. Саме на це має бути спрямована увага боротьби з корупцією. В принципі, я согласен, навіть в ручному режимі, мабуть, за полгода можна було б перевірити декларації хоча б міністрів і народних депутатів. І ручний режим або інший уряд, і безпосередньо прем'єр-міністр, я хотів би на цьому наголосити, відповідає за те, щоб належним чином працювали і електронні ресурси уряду, тобто держави по обліку декларацій, і перевірка. В уряді є ціла служба інформації та захисту всіх персональних даних. Саме вона, урядова служба, мала б давно бути включена прем'єр-міністром. І замість саботажу, який ми бачили, замість звітування перед суспільством за свої незаконні статки, було все, що завгодно. Більш того, далі подовжили термін декларування. Я наголошую, що європейська практика і наші міжнародні партнери чітко знають, як це робити. І в Україні настав час так само зробити і покласти насамперед відповідальність за надання всіх відомостей і доведення, що все законно зароблено урядовцями, на самому урядовці. Тому і електронний сайт обов'язковий, і Державна спеціальна служба захисту інформації має сприяти за дорученням прем'єр-міністра. Дуже важливо і агентству по забіганню корупції не перешкоджати їхній роботі. Відставки відправляти, а дати повноваження. Знаєте, які? Давайте скажемо нашим телеглядачам. От, наприклад, перша десятка мультимільйонерів, які зараз показали готівку під матрасами, на рахунках і все інше збагачення в вигляді нерухомості. Саме вони мають перевірятися. А тепер ключове питання. Як і за який період. Як антикорупційними органами та міжнародними антикорупційними органами, якщо вони мають нерухомість за кордоном. А, як правило, наші багатії міністри і там накрадене, накупили нерухомість. І друге, це антикорупційними органами України. Тобто антикорупційне бюро і власне агентство. Але це не все. Я пригадую досвід маленької Фінляндії, де я працював дипломатом-консулом. Так оця країна найменш корумпована тільки тому, що там кожен чиновник, який показує більше, ніж 10 тисяч євро готівкою, одразу, знаєте, стає об'єктом яким? Відсторонюється від посади. У нього реквізується весь так званий кеш, тобто готівка. І потім це вже його відповідальність. Не агентство фінського по перевірці декларації, а самого міністра ходить в податкову, в суди і відстоювати доказувати, або доводити. Чи законним спосібом він отримував ці гроші чи ні. Понятно. Ну, здесь важливо же, смотрите, що нам розуміти через полгода, після першої вулни електронного декларування. Какі шаги в правильному, я имею в виду правовому направліні, зроблені після першої вулни цього декларування. 1 ноября, напомню, зрителям о своєм добре отчитались 100 тисяч чиновників і депутатів. Тоді українці поразили без преувеличення весь мир тоннами налички, мощами, церквями, золотими вилами, чого там тільки не було. Але що зараз? Скільки декларацій проверено і скільки декларантов наказано? Посмотрите в нашій короткій справці. Колективний стриптизм під назвою «Електронне декларування». А від тоді, в ноябре 2016-го, о мільйонах богатих слуг нищого українського народу говорили все. Європа і Америка ахнули, увидев роскоші чиновників країни, які допомагали всім миром. А журналисты тут же приступили к займати математике. Цифри получались і в самом деле інтересні. В то время, як наша країна просить о кредіте Международний валютний фонд, народні депутати на всіх задекларували 12 мільярдів гривень. Це без учета триллиона Мельничука. Це флешмоб, який я все-таки хочу показати європейський співнот, які жабраки-мільярдери ходять до них і просять милості. Для пущей наглядності, із денег государственних мужей складували башні і грузили в вагони. А вот золотая парламентська тройка. Ігор Котвицкий, Виталій Хамутынник і Богдан Дубневич. У Котвицкого за душою почти 2 мільярда гривень. Якщо їх сложити в стопку купюрами номиналом 500 гривень, то получится київська телевышка – 383 метра. У Хамутынника і Дубневича почти по полмільярда. То есть 100 метров денег. Як родина-мать. Наступив момент, коли мають відповідати. Бо ми написали дуже вимогливе законодавство. Щодо щось приховуєшся кримінальна відповідальність. Прошло почти полгода, но момент ответа так і не наступив. Із 100 тисяч поданних декларацій Нацагентство по противодействію коррупції проверило лишь 3%. Хоча тогда, в ноябрі, о неизбежном наказанні говорили много. На ЗК має право прибути до декларанта. Якщо в тебе записано 250 тисяч доларів, то демонстри. Паралельно ми разом з ДФС проверимо, чи сплачені податки з цих суд. В уклонение от налогов заподозрили 9 депутатов. С подачи генпрокуратуры ими занялась фискальная служба. Но пока ніхто не наказан. А значить чудеса депутатской декларации остаются анекдотами в народном фольклоре, а не пунктами обвинения в судебних делах. И все, що нажито антикоррупційним трудом, с 2018 года тоже должно стать достоянием общественности. На этой неделе уже вступил в силу закон, который обязывает декларировать доходи членов общественних антикоррупційных организаций наравне с чиновниками. Этот документ спровоцировал, пожалуй, самый большой политический скандал за последнее время. Ведь декларации должны теперь подавать не только сами антикоррупционеры, но и те, кто на них работает. Ну, скажем, от дизайнеров до уборщиц. Такие антикоррупционные поправки многие политики называли крайне нужными. Ведь все-таки иногда в пылу войны со взяточничеством главные борцы, получающие гранты, каким-то удивительным образом становятся владельцами ВИП-имущества. Но противников нововведений оказалось все-таки больше. И в их числе западные дипломаты. Самые жесткие заявления сделали посольства Британии и США. В МИДе Германии назвали обязательное электронное декларирование для антикоррупционеров шагом в неправильном направлении. Ну, а посол ЕС в Украине, Хьюк Мингарелли, на этом фоне вообще заявил, что коррупция в нашей стране беспокоит потенциальных инвесторов даже больше, чем война. Продолжим разговор с Усланом Радецким, заместителем главы НПК, и Валентином Наливайченко. И первый вопрос, Валентин, вам скажите, а вот какие могут быть последствия таких жестких заявлений западных дипломатов? Чем это может грозить Украине? Ну, и Девід Кемерон, давайте продолжим, британский экологический премьер, був в Киеве, что я щойно так само сказал, что коррупция – величезная проблема, найболючущая проблема Украины, и без ней мы даже не можем говорить про то, что мы способны против действия агрессору РФ. Поэтому международные партнеры говорят голосом своих урядов, своих правоохранных уранов. И я утверждаю, что и в США, и в Литве, и в Испании идут серьезные антикоррупционные расследования, фигурантами которых есть, и в ближайшее время, я думаю, про это будет и публично известно, часть, в том числе и народных депутатов, отправивающих фракции этого парламента, часть наших урядовцев. И, главное, почему, например, мы вспомнили, посол ЕС Менгарелли, назвал даже ситуацию в стране, как, знаете, банкомат использует страну, какие-то чиновники и депутаты. Так же, потому что продолжается отмывание, выкрадание с страны денег на офшоры. Офшорные зоны Кипр, Виргинские островы и Белиз, именно туда, в политической гаманце коррупции, выкрадающие деньги из Украины, переводят, кто? Те же декларанты, вы показали, трюку первую. Покажите первую сотню. Она мало чем отличается. Кстати, когда покажут первую сотню, мы сейчас спросим у Руслана Радецкого. Руслан, скажите, пожалуйста, почему все-таки так мало было проверено о декларации за последние полгода? Сколько нужно времени, чтобы проверить хотя бы первую сотню, как говорит Валентина Ливаченко? Я бы расширил этот круг до всех министров и всех народных депутатов. И нужна ли вам для этого все-таки помощь других антикоррупционных органов? Генпрокуратура, НАБУ и так далее. Их у нас много создали за последние годы. Я бы, вы знаете, я уже про это говорил, что, взагалі, передбачался автоматичный анализ, и этот автоматичный анализ бы сразу переверил все декларации, все 1 млн 195 тис. На сегодняшний день, выходя из этого ситуации и ресурсов, мы начали проверку президента Украины, премьер-министра, віце-премьеров, все министри. Также мы начали проверку заповедомлений засобу массовой информации, общественных организаций и общественных граждан, проверку народных депутатов, прокуроров, судов и других представителей государственной влады. То есть, проверка началась, и в целом, мы на сегодняшний день сделали проверку до близко 3 тысяч субъектов докладывания. Конечно, это не та цифра, про которую общество хочет слышать и видеть, но я хочу отметить, что причина полегает в самой организации забезпечения реестра 4-5 блоков, который бы позволил автоматически проверить все декларации. То есть, будет 4-5 блок, а это автоматический анализ, позволил бы НЗК сразу же, после подания субъекта декларации, декларования декларации, сразу же... Ну, это мы уже поняли. Руслан, а вы можете поделиться цифрой, сколько после хотя бы этой малой проверки дел ушло реально на расследование? Как много судебных исков, во сколько судебных исков они могут перерасти? На сегодняшний день мы до 10 документов передали до Национального антикоррупционного бюро, потому что за их последствием около 17 протоколов передали до суду. Ряд протоколов, действительно, признанных административно-правопорушения, субъекти декларования притянутые до административно-вотповедальности, накладание на них штраф, штрафных санкций, и деякие, звичайно, протоколы мы одни отримали позитивный результат. Тобто, подчас проведения проверки есть маленький результат, но хотелось бы, звичайно, его краще и больше. Ну, не могу не согласиться, что результат маленький, Руслан, конечно, извините, потому что общество, которое ужаснулось от тонн наличности под матрасами, наверное, все-таки ждет не штрафов, а реальных судебных сроков. Спасибо, с нами на связи был Руслан Радецкий, замглава агентства по предотвращению коррупции. Я с вами прощаюсь, а с вами, Валентин, мы продолжим уже в студии. Мы начали с вами говорить о реакции Запада. Давайте поговорим о том, что думает по поводу происходящего МВФ, если мы и дальше будем затягивать с проверкой электронного декларирования. Мы можем рассчитывать на следующие транши, не только МВФ, но и помощи других западных партнеров, которые нам выжить помогают, грубо говоря. Я думаю, что говоря про МВФ, варто згадать, когда за нашим тиском были, наконец, оприлюднены рассекреченные документы, которые подписал президент, премьер, безусловно с Международным валютным фондом. Так я нагадую, и, власне, мают право все граждане знати про это, что в этих документах и президенты, премьеры, и глава Нацбанка пообещали и склали целые обещания, сколько они добьются судовых вироков и покараний стосовно депутатов, стосовно суддей, чиновников. Ціла таблица есть звездности. И сейчас, станом на сегодня, вот на сегодняшний эфир на Интере, эти таблицы стоят нули. Даже на серого справа. Вот вы профессионально задаете журналістам вопрос, и, власне, НАЗК не есть тем органом, который должен быть кинцево-вотповедательным. Кинцево-вотповедательным за борьбу с коррупцией есть и президенты, премьер-министр, потому что в их предпределении находятся те правоохоронные органы, которые, например, сегодня на основе электронного декларования и других данных должны сделать, что? Поселить расследование в справе Насильного. Раз, дожить покараний и Гонтарева, и ее заступников в Нацбанку. Тогда МВФ будет понимать, что хотя бы их помощь хотя бы в Нацбанку не разкрадается. Смотрите, украинские политики не только с опаской смотрят на МВФ, последние месяцы они с опаской смотрят и ждут новой политики Белого дома. Как вы думаете, команда Трампа будет продолжать курс Америки по насаживанию антикоррупционной борьбы в Украине, скажем так? Треба понимать, что МВФ насамперед за инициативой США ближайшим временем надошла аудитория, то есть проверка использования передней серьезной миллиардной допомоги или кредитов для Украины. Это серьезный звоночек, и именно поэтому хочет втекти Гонтарева с посади главы Нацбанка. Я всех застерегаю, что она должна ответить сначала международным аудиторам, а потом и НАЗК, и НАБУ украинским про серьезные факты подозрев коррупции. И второе, что касается команды Трампа, насправде и ФБР, и Министерство истинств США ведут антикоррупционные расследования, фигурантами яких есть и граждане Украины, и чиновники украинские, и не только часов Януковича, но и уже и этой влады, и власне с этого парламента. Большой брат не дремнет, как я понял. Спасибо вам за эти ответы. Валентина Ливайченко, лидер движения Справедливость, был гостем подробностей недели. Мы с вами продолжим. Может быть, кого-то из вас успокоит то, что украинские коррупционеры, пользуясь награбленным, в это же время убивают всю свою роскошь, свои Бентли, Роллс-Ройсы на наших убитых дорогах. Ведь Украфтодор издавна был царством, где государственные миллионы превращались в частные дорогие усадьбы, в то время, как в стране практически не осталось нормальных трасс. Как живут бывшие дорожники? Руслан Смещук решил проверить. Нанотехнология! Согреть тут же! Дорожная нанотехнология по-полтавски рано утром лопатой засыпать ямы с землей с обочин. Вот это технологии в Полтаве ремонта асфальта. А технология асфальт вкручился. Дем ее сейчас больше 5 часов. Так она в дырки засыпает. Ты будешь в бузырках ездить, все. Так вы так и останутся они. Не останутся, мы завтра и будем работать. Да, да, будут. Редкий случай кадры, сделанные рядовым водителем, увидели на правительственном уровне. Их даже премьер показал на заседании Кабмина. И через несколько дней начальника полтавского был автодора показательно уволили. Но вот дороги остались прежними. А это городок Киршава в Закарпатье. Тут поняли, надеяться на современных автодоровцев не стоит. Там сорвали асфальт, ведь брусчатая дорога, построенная еще при Габсбургах, оказалась надежнее. Видимо, тогда дорожники были не в пример честнее нынешних. А сейчас деньги, направленные на ремонт, разворовывают. Загальна сумма установленных порушений была зафиксирована на уровне 80 в 5, понад 85, близко 86 миллионов гривен. Найбільша сумма порушений установлена под час ревизии ДП Полтавский облафтодор, Миколаевский, Чернигівский и Львівский облафтодор. Но самый богатый улов у столичных правоохранителей сотрудники СБУ и Генпрокуратуры разоблачили чиновников в Киев-Автодора. Те потетили сотни миллионов гривен. Столько в течение прошлого года вывели более 300 миллионов на счета фиктивных фирм. В результате руководство Киев-Автодора уволено и находится под следствием. А где же просеянные в дорожных ямах миллионы? Эти кадры попали в интернет недавно. На них человек, похожий на заместителя главы Укр-Автодора Владимира Сущенко обсуждает с неизвестным собеседником теневую схему и рассказывает, как в итоге построил поместье. Владимира Сущенко Хотя он уверял, это все монтаж, а он чиновник честный. А вот то самое поместье. Основной дом 320 квадратов, гостевой 150. Находится вилла под Киевом в селе Гоголев. Это, конечно, не конча заспа, но все сделано по-богатому. Асфальт только перед усадьбой и соседним домом. Соседи о бывшем автодоровце говорят, спите там. Хорошие очень люди. Очень хорошие люди. Вот как соседи, они как... Замечательные. Но еще лучше живет трижды руководитель Украфтодора Владимир Демешкан. Он обитает в живописном поселке Гориничи, также под Киевом. Его поместье занимает несколько гектаров. Место, где живет бывший глава Украфтодора, достаточно закрытое. Видите, вот при въезде на улицу даже установили запрещающий знак. Впрочем, законность его установки вызывает вопросы. Но, похоже, люди подобного ранга не любят, когда их беспокоят. Даже если поехать под знак, к усадьбам на машине все равно не добраться. Вскоре возникает очередное препятствие. Ну вот, как вы видите, попасть в эту элитарную часть поселка не так-то просто. Здесь вот дорогу перегораживают автоматические ворота, которые открываются с пульта и таким образом отсекают любой посторонний транспорт. Также хочу обратить ваше внимание на столб освещения. Видите, здесь установлена камера. И такие камеры наблюдения стоят на каждом столбе, а их здесь немало. Дальше только пешком по идеальному асфальту доходим до особняка. За забором активизировалась охрана. Хотя на улицу к нам никто так и не вышел. А тем временем украинские водители оттачивают мастерство в объезде ям. Ведь шикарные усадьбы бывших автодоровцев есть. А вот дорог в стране почему-то нет. И чтобы они появились, нужны огромные деньги. На данный момент нужно чуть больше триллиона гривен. Ну, как бы там, триллион триста, триллион четыреста. Значит, у нас максимально то, что обещают при всех властях, максимальный объем финансирования в районе 50 миллиардов. То есть это получается 3% от необходимого. Большую часть денег, выделяемых на ремонт дорог, съедают коррупционеры. Остальное идет на погашение кредитов, например, взятых к евро-2012. Выделяется, допустим, сумма на 15-й год, порядка 19-20 миллиардов гривен. Вот с них он должен долгов вернуть из-за того, что была девальвация гривна в размере 17 миллиардов, допустим. Вот так видно? Да, это те кредиты, которые набирались, там сроки разные погашения. Там 19-й год, 21-й, 25-й, там есть целая разбивка. Чтобы изменить ситуацию, нужно менять систему. Укроавтодор десятки лет был проверенной коррупционной кормушкой, где исчезали миллиарды бюджетных гривен. И посадить взяточников на диету пока не получается. Руслан Смещук, Богдан Вербицкий, Богдан Савруцкий и Даниэль Косаковский. Подробности недели, телеканал Интер. Уже завтра в МВФ должны решить, выделять ли Украине долгожданный транш в 1 миллиард долларов. На эти деньги наши политики рассчитывают еще и с Димой. Сначала кредит ждали после принятия госбюджета, потом к началу весны. Но вот, возможно, завтра эпопея с траншем наконец закончится. Впрочем, миллиарда долларов для Украины все-таки слишком мало. Только за ближайшие несколько лет, и это официальная оценка, нашей стране придется выплатить по внешнему долгу свыше 12 миллиардов долларов. Очевидно, что с такими обязательствами придется просить у МВФ новые займы. А вот дадут ли? Или Украине хватит своих ресурсов, чтобы расплатиться по многомиллиардным долгам? Этот вопрос мы задали Дмитрию Сологубу, заместителю главы Национального банка Украины. И вот, что он ответил. Безусловно, достаточно большая сумма, и те же деньги от МВФ и других официальных доноров здесь играют достаточно большую роль. В частности, только от МВФ в этом году Украина может получить 5,5 миллиарда долларов, и еще чуть менее 4 в следующем году. Но помимо этого, важно понимать, что внешние заимствования не являются ни одним источником валюты только. В частности, важны и внешние инвестиции, прямые иностранные инвестиции. В частности, в прошлом году, пока, можно сказать, ситуация была не самая благоприятная. А если посмотреть на наших соседей, Восточной Европы, какие деньги они получали, то покрытие долгов в размере которого мы назвали, не выглядит очень уж невероятным. Кстати, можно сравнить суммы, которые, вероятно, выделит Украине МВФ, с теми деньгами, которые разными способами вывели из нашей страны. Вот, например, актуальная оценка. С 1991 года из Украины уплыло около 148 миллиардов долларов. Такие данные публиковали вчера в газете «Зеркало недели». Что интересно, это не только банально украденные у страны средства, это деньги бизнеса, которые предприниматели просто спасают за границей от завышенных налогов и рейдерства. То есть, по идее, если вернуть хотя бы десятую часть средств обратно в Украину, возможно, и можно обойтись без помощи МВФ. Но пока приходится выполнять практически любые требования фонда, в том числе и те, которые отражаются в платежках. Вот и еще одна новость как раз по этой теме. Теперь украинцы будут получать две квитанции за газ. В одной будет, собственно, плата за потребленный газ, а в другой так называемая абонентская плата за подключение к газовой сети. Это решение вызвало самые разные оценки. Одни говорят, общий платеж за газ не изменится, другие предрекают повышение цен. Премьер-министр Владимир Гройсман уже провел совещание по этому вопросу, и по его оценке платежи за газ могут вырасти. Готовы ли в комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг пересмотреть это решение? И чем вообще руководствовались, когда его разрабатывали? Эти вопросы можем задать сейчас председателю комиссии Дмитрию Вовку. Он на связи с нами. Дмитрий, что теперь изменится для потребителей? Люди будут платить за газ еще больше? И действительно ли это тоже было в списке требований МВФ? Комиссия в первую очередь защищает споживача и защищает его право знать, за что он платит. Споживач каждый платит окремо за газ теперь и окремо за послуги с его доставки до его домовки. В среднем частка транспортирования, которую регулирует комиссия, складает 13%. Решта 87% регулируется або решением уряду, або регулируется ринком и вільной конкуренцией. Что случилось? Комиссия разъединяла ці два платежи окремо, потому что один из них мает одну природу и зависит от ваших обсягов. Другой – это умовно постоянный и зависит от того, какой размер лечения до вас установлено и обеспечивает до вас возможность отримать газ в вашу домовку. В подсумку, если сказать, для двух третин споживачей, загальная сумма рахунка уменьшается. Есть, конечно, всегда решения и позитивные, и негативные стороны. В нашем случае, для некоторых споживачей, которые не эффективно используют свою мощность или не используются, но все-таки мают возможность каждый день, будь-якую годину, вимкнуть або котел, або плиту газа, або колонку, має бути солидарная оплата за послуги транспортирования газа. Что до требований МВФ, то действительно она была, она была еще с прошлого года. Но все-таки, если говорить о конкретных суммах платежков, что изменится для людей? Давайте это уточним. Вы делали какие-то расчеты? Найпоширеніший лечильник в Украине має типорозмір G4. Середня в Украине его вартість 92 гривни. Ци споживачи, которые имеют такие лечильники, в целом складывают почти 60% по количеству абонентов. И споживают почти 85% обсяг. Для них рахунок уменьшается за это транспортирование в речном виразе на 30%. Если говорить про місто Киев, например, то найменший лечильник G1.6, який поширен в місті Киеве, там абонплата, бо фиксована місячна плата складає за транспортирование 28 гривень. Я однією з найнижчих. Ну а что делать тем людям, чьи счета все-таки увеличатся? Некоторые уже грозятся отказаться от газа, перейти на электричество. И допускаете ли вы, что люди теперь за газ платить будут, а вот по платежке с абонплатой нет? Я не думаю, что это является доцельной позицией, потому что всегда возможность использоваться коштуя грошей. И принцип абонплата или фиксованої платы используется в очень многих послугах, которые не залежатся от обсягов. И всегда нужно понимать, что альтернатива, например, электроплита, будет стоить дороже. И газовая плита, даже с фиксованою абонплатой, будет дешевше. Иншим прикладом из жизни может быть оренда квартиры. Если вы орендуете квартиру и едете в отпуск на 2 недели, вы все равно вимушены платить за оренду квартиры. Но если вы решили, что вы не будете орендувать квартиру и не будете ее вжить, тогда вы съезжаете и не пользуетесь этой квартирой. И действительно не платите. В нашем случае, если... Эра беззакония. Как нацполиция, которая в прошлом году обещала победить янтарную мафию, получила неожиданный удар от нелегальных старателей. Когда полиция не бережет. Если не я, то меня. Почему простые люди все чаще вынуждены хвататься за оружие? И почему государство так легко прощается с монополией на насилие? Из гранатомета по дипломатии. Кто пытается подорвать украинско-польские отношения? И что делать Киеву, чтобы не рассориться с Варшавой? Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Область, где не действует закон. В Полесье сейчас настоящий янтарный фронт. Старатели идут войной против нацгвардии. Жгут их блокпосты, открыто угрожают расправой и блокируют международные трассы в знак протеста. Нескольким сотням правоохранителей противостоят тысячи добытчиков янтаря. При этом местные обвиняют полицию в крышевании янтарного бизнеса. Наша Инна Белецкая выслушала обе стороны конфликта. Побывала в ночном рейде нацгвардии из затерянных лесных селок старателей. И каждый раз съемки сопровождались риском. Эксклюзивный материал. Смотрите далее. Ягоды собирали, продавали ягоды. А потом мы нашли янтар и начали его копать. Это все как будто другая реальность. По обе стороны янтарных баррикад. Люди в камуфляже. У одних он потертый и забрызганный болотной грязью. У других отстиранный после ротации в АТО. Полесье. Оперштаб 2.0. Янтарные земли просто захлестнули протесты. Олевск. Международная трасса Киев-Варшава. Ее перекрыли люди, возмущенные присутствием в полицейских лесах и спецразрешениями на добычу янтаря, которую получила одна из фирм. Клесов. Противостояние на месторождении. Зачинщика задержали. Варшавка опять перекрыта. Причина этого перекрытия была что? Одна из причин. Вот наш товарищ, наш земляк сидит в тюрьме. Звольнить его. Ну, это же незаконная вымога. И мы никогда не пойдем на такие умовы. Никто не пойдет. Для этого влада и истинует. Заречнинский райотдел протест зелян. Говорят, полицейские стреляли. Что еще кидали? Стреляли. Что еще наказали? Ишла целая колонна. Кто там кидал? Куда кидал? Разберемся, поднимемся. Не устраивайте цирк. Не устраивайте, так было. Это будет показано на всю Украину. Хай покажите, вы стреляли. Вы стреляли. Вы стреляли. Это бабло ссибали. Давайте деньги ем. А сейчас уже в минуту. Не брал бабла. И не стрелял. Такую картину застали полицейские на клондайке в Боровом. И вот оно, село, где бойцы оперштаба пытались остановить добычу янтаря. На улицах мало мужчин. Здесь не скрывают. Все на работе, в лесах. Пытаемся найти месторождение, но без проводников это невозможно. Четыре часа езды впустую. Янтарное месторождение в Боровом мы так и не нашли, как и раненого полицейскими, по словам местных человека. Зато в амбулатории получили исчерпывающую информацию. Янтарь позволяет людям выбираться из нищеты. В селах куда невозможно добраться по бездорожью. Растут новые дорогие дома и открываются строительные магазины. А это знаменитая Кухотская воля. Старенькую брусчатку в селе сменяет асфальт. Так здесь работали год назад. А вот так сейчас. Добраться сюда можно только пешком, сообщает парень на телеге, заваленной пожарными шлангами. Всего в двух километрах отсюда пост нацгвардии. Появление этих ребят загнало старателей глубже в леса, но не остановило. Помешать работам попытались в Дубровицком районе, но все закончилось вот так. На фото домик лесной охраны, куда заступили на дежурство нацгвардейцы. Строение сожгли и похвастались в соцсетях. Также через соцсети поднимали бунт и в Олевском районе. Объявление в соцсети, мол, хватит терпеть, едем на месторождение. Ну может быть, то может это даже провокация, то же много фейков есть. Провокация ли это, но на следующий день люди все же собрались и попытались прорваться на месторождение корабля через блок пост нацгвардии. Почали чинить опер працівникам полиції, проїжджати той кордон, який творили працівники. И, відповідно, двое працівників постраждало. Ось сьогодні люди заїжджали на природу, в лес, не знаю куда. То есть, кто куда сегодня свято, кто куда хотел, туда ехал. Каким образом нам, наша доблестная полиция, тут очень много подрознений, перекрила нам дорогу. Ось, один сотрудник полиції, это я видел лично на свои очи, все, не только я. Достав пистолет и дулом, ось, снимайте, подивите, сделал двое мятин. Плюс прорезал колесо. Вот такие совершенно разные истории. Люди по разной стороне баррикад с трудом находят общий язык. Силовики, возмущенные сопротивлением селяна, те обвиняют людей в форме в крышевании. И вспоминают, как было до прихода оперштаба. По 600 баксов платили помпи, 90... Кому платили? Кто? Кому? Мне платили члено. Не мы, не мы. А тебе мотори, що 90 моторів стояло. Сила грошей шла, стояла на посту, що як начинали копать, по 300 гривень брали з лопати. Ніхто нічого не приїжджає, машини грошей возять, все, тишина. Я приїжджаю. А тут приїхали на цику, уже не нали. Утверджають, моють по ночам даже сейчас, мол, под прикрытием уже силовиков из оперштаба. Вам сказали, що поки що копати не треба, хлопці. Поки не треба? А чого мотори стоять ночі до миють? Війська охраняють, а вони миють. По 10, по 15 моторів стоять. Ну, звісно, зараз немає їх там. А хто ж буде мити, як приїхав в Інтер? Ви хоч раз за телефонували на 102, сказали, що десь миється. Всі мовчите. Ну, всі ж мовчите. Ми просимо у містних показати і нам, як моють ночі провести через лес на корабль. Те відказуються. Але, говорят, організованная добыча все-таки є. Бригады копатери обустраивают лагеря і даже носять яркі жилеты. Откуда такая смелость, ми так і не знали. Бос по телефону запретил этим людям говорити. І нас попросили уехати. По-хорошему. По-хорошему не получилось в другому. В Владимирецьком районі ночі полицейські з оперштаба находять в лесу две бригады. А дальше, як вігре, нужно выполнить миссію, преодолевая все більші сложні препятствия. Сначала полицейським предстої завести трактор. І старателі винули запчасти, щоб машину не увезли. Дальше саме інтересне. Поддержка із села преграждає дорогу. Полицейським удалось договориться, і вони їдуть далі. Але тут нові препятствия. Селян вже в два рази більше. Ну, мужики, ну, це така логика, да? А за що нам жити? Так давай все унічтожимо тут. Повалені дерев'я убрали, проїхали, і вот четвертий уровень. Як казалось, все предыдущі события, тільки ради того, щоб задержати екіпажі. За це время старателі разобрали мост і заблокували путь машинам. Мост полицейські ремонтирують самі, переговори з містними результатів не дають. Вони угрожають і требують назад своєї помпи. А прорыватися з боєм запрещає приказ, і селяне об цьому знають. Я сказав, якщо я скажу, я розумію, ти пей. Розобрати, зараз розберу. Старателі получають назад своєї помпи, правда, уже не в рабочем состояниї, і празднують очередную победу над властями. У самого Белого озера, в заповедниці, прямо на глазах полиції, растет новий клондайк. Уродуя, янтарная полість. Інна Белецкая, Николай Василюк, подробності, телеканал «Интер». Кримінальними новостями національного значення, которые вызывают без преувеличения всеукраинский резонанс, уже никого не удивиш. Но на этой неделе все-таки було чему удивляться. В селе Сухолучье пятеро оборуженных бандитів напали на семью. Хозяин дома смертельно ранил одного із грабителей. Теперь он може пойти под суд за превышение границ допустимой самообороны. Но справедливо ли это? І як защищаться людям, которых не можуть защитить правоохранители? Ведь кражи, грабежи, разбойные нападения увеличились в разы. І наше время все чаще сравнивают с разгулом криминалів 90-е годи. Про самооборону от бандитизма і бездействия полиції Павлина Василенко. Здесь, на окраине села Сухолучья Київська область, на днях разыгралась настоящая драма. В этот дом поздно вечером проникло пятеро вооруженных грабителей, которые начали жестоко избивать хозяйку, требуя отдать деньги и драгоценности. На помощь жене выбежал хозяин дома с охотничьим ружьем і смертельно ранил одного із грабителей. На этих оперативних кадрах хозяин сам рассказывает, як все було. Жінка лежала на полу, він наїй, а потім побачив мене, він піднявся. Ну і я зрозумів, якщо не я, то мене. Ви розумієте, якщо не було ствола, і що з нами було? Дом, де все произошло, знаходиться на адшибі, вокруг лес. Тому хозяин, говорить, всегда спит з ружьем. Хоча в случае такого дерзкого разбоя в Сухолуччі впервые. Село було доволі тихим, але зараз кожний житель думає, як себе захистити. Олег живет недалеко от дома, де произошло нападение. Його жена теперь боїться оставатися дома одна. Я не можу никак її оставити з дітьми дома. Стоя на себе живу. Страшно. Я не знаю, що оно... І кажуть, що там вийде, що там вийде за ворожки, що оно буде. Оружія в семьі Сидорчуков нет. Але є народне средство самозащити – вилы. Для всяких случаев. Ну, реально, чем самоборот? Пока поліція доедет до Сухолуччя, це як мінім з дімера 20 кілометрів. Це по времени 15 кілометрів. Застріленний грабитель був рецидивистом із Сумської області. Його подільники приїжджі – із Дагестана і інших частей Росії. Троїх задержали, один в бігах. Хозяйна дома допросили. Зарегістрированне ружьо забрали. І відкріли уголовне справи за превышення границ допустимой оборони. Можливо, це кримінальне провадження буде закрите, можливо, передано до суду. За цією статтєю цьому громадянину передбачено обмеження воли до двох років. І найчасті це позбавлення до двох років. Такий поворот событий викликав большой резонанс в обществі. Як можна наказувати людина, який захищав свою сем'ю? По итогу пресс-секретар МВД Артем Шевченко назвав цей случай достойним примером самозащити. І заявив, мужчину, вероятно, не будуть привлекати к уголовній ответственності. Але проблема в тому, що прості люди все чаще винуждені хвататися за оружіе. Количество грабіжей і розбойних нападень виросло в рази. Вот буквально неделю назад в одному із сіл Восельковського району на фермера його жину напали троє вооружённих грабітелей. Мужчина умер від побоів. Женщина в реанимації. Початку року було близько 600 випадків, коли до Дома господарств вдиралися негідники і грабували. Не всі ці випадки стають відомими. Більшість, вона проходить просто як статистика. Статистика працює проти них. Вони не можуть захистити населення України. Попри, ще раз кажу, ми витрачаємо на цей вік 47 мільярдів. Не виділили мільярдів гривень, виділили на МВС. При этом в самой нацполіції уверяют, волну преступності все-таки удалось удержать. Тобто загальний тренд такий, що злочинність в державі вже нас не обгоняє. Тобто поліція вже не відстає. Ми бачимо ці кроваві розбійні напади, які вчиняються у нас в державі. Але ми можемо розвитувати, що в нас набагато краще ефективність затримання правопорушників. А вот в селі Петропавловська-Борщаговка на ефективність правоохранителей не особо надеються. Год назад ці парні об'єдінились і стали современними народними дружинниками. Тепер кожний день самооборона в'їжджає на патруліровання. Вони знають в селі всіх і все. Ворожені травматическим оружіем і можуть задержати грабителя до приїзда поліції. Якщо вже не справляємося, то тоді вже приїжджає поліція. У нас тут набагато стало, як сказати, краще. Менше є таких, як раніше було, в дракі. В ситуації, коли поліція не може справитися з криміналітетом, право на самозащиту придеться вскоре пересмотреть, уверені експерти. Вопрос самозащити чоловіка, він сьогодні як ніколи актуален для України. І якщо не буде пересмотрено його нормативне, ми можемо столкнуться з більші тяжелими ситуаціями, коли мало того, що люди будуть реалізувати свою мість по відношению к відкрайним пріступникам, вони просто будуть прятати сліди в воду. Але поверте мені, люди не перестануть себя захищати. В Європі і США существує доктрина крепости, коли кожен непрошенний вороженний гость рискує получить достойний отпор. В Україні же, защитивши своє імущество, рискує сам попасть под суд, як преступник. Павлина Василенко, Ірина Диченка, Інна Белецкая, подробності недели, телеканал Інтер. При этом, несмотря на рост преступности і падення показателей раскрываємости совершенних преступлений, в МВД утверждають, доверие к поліції в Україні растет. Наприклад, Арсен Аваков отчитався у себе в Фейсбуці, що 43,5% опрошенних українців доверяють нацполиції, а більше половини, 53%, доверяють патрульній поліції. Мол, за полгода рост довері к нацполиції більше, ніж на 4%. І ціфри, по оцінці міністра, должны продемонстрировать, що реформатори із МВД на верному пути. Хороший вопрос. Чому пути реформаторів із МВД і преступників як-то не пересекаються? Так, що все вони займаються своїм делом і друг другу не сильно це мешається. Давайте обсудимо це з Анною Малєро. Одним із самих известних в Україні юристів-кримінологів, які давно наблюдають за деятелимися у нас поліція і МВД. Анна, я вас приветствую. Спасибо, що согласились ответити на мои вопросы. Вот первый. Как ви об'ясняєте этот рост доверія к поліції, о котором отчитався Аваков? Люди действительно заметили борьбу з преступністю в Україні? Как считаєте? Насправді є різні результати різних досліджень. І всі вони, на жаль, показують катастрофічне падіння довіри до поліції в цілому і трішечки менше падіння довіри до патрульної поліції. І ми повинні просто розуміти, що таке довіра до поліції. Це відчуття власної безпеки. Якщо у людини немає відчуття власної безпеки, яку їй повинна забезпечити поліція, буде недовіра до поліції. І, на жаль, на сьогодні будь-яка людина не почуває себе у безпеці. Анна, давайте к темі сюжету тепер. І от якщо рост приступності в ближайше часу встановити не вдасться, наверняка все більше українців будуть пытатися самостоятельно встановити приступників. Правильно? Що важливо пам'ятати в таких случаях, щоб потім, що називається, не нарватися на обвинення в превышенні рамок необхідністі самооборони? Безумовно, я прогнозую фахово, що ріст злочинності падати ще не буде найближчі декілька років і навіть буде зростати, якщо буде зростати обіг нелегальної зброї. А він, на жаль, зростає в Україні. І кожен громадянин повинен знати, що є три випадки за законом, коли особа не буде нести кримінальної відповідальності за перевищення меж необхідної оборони. Це якщо на людину нападає озброєна особа, це якщо нападає група осіб і якщо відбувається проникнення у житлове приміщення. Ось в цих трьох випадках люди можуть себе захищати аж до завдання смерті зловмиснику і будуть звільнятися від кримінальної відповідальності. Дякую за розповідальність. Боюсь, що воно дуже важливе в ближайшому часу в Україні на фоні таких успіхів нашої національної поліції. Анна, залишайтеся поки ще з нами. Ми через кілька минут обсудимо з вами ще одне справа. Дело, о котором говорили все на прошлой неделе – убийство бувшого российського депутата Дениса Вороненкова. Але на этой неделе о нём вспоминали куда менше. Появились ли новые версії деталей і удалось ли вследствие продвинуться? Посмотрите далі. Це справа розслідують правоохранители сразу двох стран – Україна і Росії. Там тоже начали уголовне производство. В Україні дело Дениса Вороненкова – прерогатива Генпрокуратуры. Там немногословно. В субботу сообщили – екс-депутата Госдумы Вороненкова допрашивали не только по делу Януковича, но и по делу о преступлениях во время Майдана. А Юрий Луценко сообщил – незадолго до убийства киллер был в оккупированном Донецке, что дало повод заподозрить российский след в произошедшем. В то же время СБУ пока только ищет доказательства связи убийцы Вороненкова с ФСБ. А вот всегда словоохотливый советник министра внутренних дел Антон Герасченко уверенно и настойчиво заявляет – Павел Паршов – пророссийский скинхед, завербованный российскими спецслужбами. Всё, по словам нардепа, было, как в фильме «Идентификация Борна». Тем временем в деле появился возможный сообщник Паршова. Полиция объявила в розыске Ярослава Левенца. Ему 32 года, родом из Желтых Вод, жил с семьёй, женой и двумя детьми в Днепре. Но дома он давно не появлялся. Левенец – довольно заметная фигура в националистических кругах. Был бойцом батальона «Донбасс» с позывным «Хантер». С Павлом Паршовым Левенца связывала не только служба в Донбассе. Ещё с 2012-го их обоих обвиняли в махинациях, связанных с конвертационными центрами. А самого Паршова на этой неделе похоронили. Под Павлоградом, в посёлке Сосновка. Церемония прошла быстро, попрощаться с покойным смогли несколько друзей и родственники. Гроб родные попросили накрыть чёрно-белым флагом. Вместо креста привезли знак с датой рождения и смерти, а также руническими символами. А что было нарисовано? Не знаю, я не восстановил. Пока нет точных сведений о состоянии другого важного свидетеля в деле убийства Дениса Вороненкова. Его охранника, сотрудника разведуправления Минобороны. По неофициальной информации, он до сих пор в больнице. Продолжим наш разговор с Анной Малер, юристом-криминологом. Анна, вот как вы оцениваете ход расследования убийства Вороненкова? Вы согласны с теми, кто уже говорит, что следствие продвигается неплохо и действительно может установить все факты по этому делу? З одного боку, следствие справді просувается, но чем дальше оно просувается, тем больше у нас вопросов. Зокрема, генеральный прокурор озвучил информацию, что Паршов, виявляються, до совершения убийства был на неконтрольованной территории, который выездил в городе Донецке, небо то там были какие-то договоренности. Но мы знаем и другую ситуацию, что он не был за кордоном Украины, только в Белоруссии один раз. То есть, выходит, логично, что он попал на неконтрольованную территорию, как раз территорию Украины. Ну а и другой вопрос, у нас вообще кто-то ищет преступников, если бы он был объявлен в розыск. И тут мы видим, что он гастролировал и по оккупированной, якобы, территории, гастролировал якобы и по оккупированной части Украины, и на территории Украины, якобы и в Белоруссии он засветился. У нас вообще эта система настолько развалена, что у нас преступники, в общем-то, могут рассказывать направо и налево по стране, имея, доходясь в розыске. А эта ситуация выкрила иншу слабкість правоохоронной деятельности. Бо, смотрите, с 2012 года была активная деятельность по расследованию справ. Там было несколько проваджений против него открыто. Он, правда, был представленным человеком в конвертационных центрах, и там много чего за ним еще есть. Величезный шлейф криминальный. И, наверное, за все, он у Нацгвардии перехолировался самым в ответственности криминальной. Что он там делал, как он туда попал? Потому что в последние годы не было никакой спецперевирки. И выясняется, после этой ситуации, что много людей, за которыми есть стежения, против которых проваджение открыто, перехолировались у Нацгвардии от криминального переследования. Вот какую проблему выявила сейчас эта ситуация. И я думаю, что он сам это и делал, а не был агентом и навмисно какую-то работу делал у Нацгвардии от замовников. Он просто перехолировался от криминального переследования. Анна, смотрите, что еще не слышно в этом деле. На минувшей неделе не было никаких новостей о том, какие показания дает охранник Вороненкова. Ну, тот, что сумел убить киллера. Дает ли он показания вообще? Как вы думаете, все-таки охранник смог рассказать следствию какие-то новые факты? И их просто тщательно оберегают от разглашения общества? Ну, или ему просто нечего было добавить к тому, что и так уже известно? Я думаю, что ему было, что додать, что он почувствовал, что сказал Паршов перед смертью Вороненкову. И, мабуть, следствие просто приховывает эти данные. Если они есть, то слава Богу, что приховывает. Потому что любое выкритие этих данных будет шкодить следствие. Но есть и другие подозрения. Может, там есть какая-то такая информация, которую вообще ганебно будет оприлюднивать. Потому что, с одного боку, мы с вами чувствуем, пропускаем, что в этом есть российский след. Или криминальный, или политический. Но почему этот след настолько тесно współпроцует с украинскими выполняющими? Хороший вопрос. Ну, найдут ли на него ответ? Посмотрим. Спасибо, Анна Малер, известный юрист-криминолог, была с нами на прямой связи. Хороший еще вопрос. Найдут ли того, кто на этой неделе выстрелил по дипломатии? Самым громким дип-скандалом уходящей недели стал обстрел из гранатомета польского консульства в Луцке. Поляки ответили незамедлительно. Закрыли все свои консульства в Украине. В СБУ инцидент назвали терактом. Но кто за ним стоит? И чем этот скандал может обернуться для Украины? Выяснял Алексей Пшемызский. Автоматчики, машины полиции и перекритый вход. Это консульство Польши в Луцке. На здании до сих пор видны следы взрыва. А проходящие люди не могут отойти от шока. По данным полиции стреляли из гранатомета. Кто-то случайно или нарочно оставил неподалеку крышку от тубуса. Выстрел пришелся на верхнюю часть здания. Только чудом никто не погиб. Из-за трагедии Польша впервые в истории наших депотношений пошла на беспрецедентный шаг. Временно закрыла все свои консульства и посольства в Украине. Ни в коем случае нельзя преуменьшать значение этого нападения. Обстрелы с гранатомета и повреждения здания, к счастью, не повлекли за собой жертв. Но это не тот случай, когда можно пройти мимо. Этот инцидент требует решительного вмешательства. После обстрела прошло 4 дня. У наших правоохранителей пока неподозреваемых, незадержанных. Если в Луцке здания охраняют автоматчики, то у консульства в Киеве один боец нацгвардии. А из дополнительной защиты поставили забор. Для многих посетителей закрытое генконсульство в пятницу стало удивлением. Если мы ничего не будем делать, конечно, рассердиться. Мы же не будем вспомнить Львов, вспомнить на беки в ней. Это требует результат, должен делать власть. Я думаю, это в Лайдрису будет ли? Нет. Нападение на консульство Польши в Луцке – самый серьезный, но далеко не первый неприятный инцидент в отношениях наших стран. 26 июня прошлого года. Пшемызль. Украинская акция памяти сечевых стрельцов. Местные радикалы начинают стычки с участниками шествия, пытаясь выдернуть флаги. Полиция задерживает больше 20 человек. 11 ноября – марш польских националистов. На нем сжигают украинский флаг. Все это проходит на фоне новостей о нападении на украинцев Польши и показа скандального фильма «Волынь», запрещенного в Украине. Тем временем Украина запрещает въезд мэру Пшемысля Роберту Хоми, якобы за поддержку марша польских националистов. Но вскоре запрет снимают. А это уже Львовская область. Январь этого года. Неизвестные разрушили памятник полякам, жертвам нацистов во Второй мировой. Крест расколот на куски. На плитах – сине-желтый и красно-черный флаги. И руны СС. Украинские националисты сразу же заявили, не имеют к этому отношения. И осудили вандализм. А власти назвали это провокацией России. Личности виновников не установлены до сих пор. Такие инциденты были всегда, говорит политолог из Варшавского университета Анджей Шептицкий. Но вот теракт совсем другое. А тут люди чуют, что, знаете, прямо с другой стороны польского кордона стреляют с кланометов. И это действительно проблема для Украины на безопасном уровне. Может быть, это также то, что намагается сделать Российская Федерация. Российский след – главная версия произошедшего в Луцке. Мол, цель этой атаки – показать Европе, что Украине нельзя доверять. Чтобы формировать негативный образ Украины в Польше. Представить украинцев как варваров. Безумовно, все это впливает на то, настолько надейным будет позиция тех стран, которые поддерживают Украину в институциях ЕС. И это не только безвиз. Это и надание разных форм допомоги. Это и ухваление других решений, в которых Украина зацикавлена. Но согласно Венской конвенции, именно страна, на территории которой находится ДИП-учреждение, несет ответственность за его безопасность. И спрашивать будут именно с украинской власти, уверен бывший советник главы СБУ и дипломат Маркиян Лубкивский. И Луцк – лишь один из эпизодов, на который у правоохранителей пока нет ответа. Кто убил Павла Шеремета? Кто замовил и кто убил Вороненкова? Кто совершил террористический акт против консульства Республики Польша? Если этот ряд будет дополниваться, то до нашей страны может прийти такое ставление или вызначение, как в том от Украины. Пока в нацполиции лишь заявили, есть некие зацепки. А в СБУ за информацию о взрыве предлагают вознаграждение – 25 тысяч гривен. В здании консульства Польши в Луцке до сих пор огромная дыра. Ее наспех закрыли полиэтиленом. Не станет ли это брешью в доверии Европы к Украине? Будет зависеть от действий наших властей. Алексей Шамыски, Олег Неведонский. Подробности недели – телеканал «Интер». Эта неделя стала исторической для Европы. 29 марта Великобритания официально уведомила Брюссель, что начинает процедуру отделения от ЕС. Назад пути нет. Союз дал трещину, а одна из сильнейших его экономик отправляется в свободное плавание. Мировые политики много об этом говорили. Слова о Брекзит не произнес только ленивый. Но чиновники часто скрывают истину за красивыми формулировками. А что же говорят рядовые граждане? Наш шабхор в Британии Оксана Кундеренко выслушала. Соединенное Королевство отделяется от Объединенной Европы. Теперь на острове сами по себе. Добились чего хотели. Границы от мигрантов закрыли на замок. У кого родственники по ту сторону Ла-Манша спешно оформляют старые паспорта? Но усложнее всего гражданам ЕС, которые решили остаться в Великобритании. Ворох бумаг от авиабилетов до телефонных счетов за последние 10 лет. Бесконечные формы и анкеты вынужден заполнять и немецкий профессор, и голландский предприниматель, и испанская учительница. Это сущий кошмар, бюрократия, все так запутано. Я с горем пополам получила вид на жительство, но предоставила мало информации о детях, и теперь они не могут тут оставаться. Хотя и родились в этой стране. Унизительно, чувствую себя вторым сортом. Работать теперь смогут только те, кто успел оформить разрешение. Строители, уборщики, медсестры, продавцы. Низко оплачиваемые профессии в Британии давно и прочно закрепились за выходцами из более бедных уголков Европы. Зачем я сюда приехал? Я мечтал о новой жизни, лучшей жизни. Хотел подкопить немного денег, заниматься чем-то полезным. Таких, как Ника, здесь ценят. Покладистых, трудолюбивых, нетребовательных и готовых работать за копейки. Да и на качественные недорогие товары с континента спрос велик. Этой зимой в Британии разразился нешуточный продуктовый кризис. Из прилавков исчезли овощи, брокколи, салат латук, сельдерей, кабачки. Их еще долго, потом продавались строго по три штуки в одни руки. Все это холодные зимы и неурожая в Испании и Португалии. А без южных европейских стран Британия вряд ли сможет себя прокормить. Фермеры из графства Кент, английского огорода, как называют этот регион, проголосовали за Брекзит. Думали избежать конкуренции с европейскими аграриями. А вышел дефицит сезонных работников. Британцы слишком избалованы и не хотят наниматься на 6 месяцев в году. Меня попросили взять на работу 10 человек из местного центра занятости, помочь местным властям сократить безработицу. В итоге только один из них остался на ферме. Историческое ремесло производства керамики ушло в крутое пике. Крупные фабрики переехали из дорогой Англии, а на эксклюзивные чашки и блюдца нет покупателей. Мы в большом упадке, были массовые сокращения. Остались ли в королевстве процветающие отрасли? Туризм. На Туманном Альбионе настоящий бум. Дешевый фунт стерлингов и призрак визового режима привлекает колоссальное количество приезжих. Выходные в Лондоне по цене уикенда в Праге. А может это вообще последний шанс увидеть Букингенский дворец или Лондон Ай воочию? После новостей о Брекзите и обвала британской валюты, европейцы ринулись на отдых в Британию. Авиакомпании рапортуют о сказочных прибылях. Мы не скрываем, что наши прибыли намного выше в этом году, чем обычно. Но мы всегда были за Британию в Европе. А вот ярые сторонники развода с ЕС, рыбаки из Крайнего Севера, с нетерпением ждут отмены евросоюзовских квот, которые практически похоронили отрасль. В нашем деле Брюссель – синоним коррупции и бюрократии. Наконец, молодые парни получат возможность работать. Да, коренные британцы вернули себе страну, но могут потерять ее вековые символы. Вкусно. Знаменитые корлорские булочки. Эти пирожки, шатанский скотч-виски, черный пудинг и еще 77 уникальных продуктов и напитков королевства защищены европейским законодательством. Ни рецепт нельзя менять, ни название использовать. И теперь они оказались под угрозой исчезновения. Рынок сбыта, потеря. А на недобросовестные конкуренты могут продавать выпечку, ну, под видом, скажем, чебурека. Печь по бабушкиному рецепту, варить правильный односолодовый или делать сыр с неповторимым вкусом пока умеют только в определенном регионе. Секреты хранят, но грязную работу выполняют опять-таки не британцы. Я научилась у этих людей любить сыр Глостер, научилась трепетному отношению к традициям. Для меня всегда найдется место на этой фабрике, я так думаю. Вместе с европейской семьей Соединенное Королевство может потерять и европейские территории. Гибралтар отойдет Испании. Шотландия грозит новым референдумом о независимости. Лондон может утратить статус мировой финансовой столицы. Уже сейчас страховой гигант Ллойдс переводит сотрудников в Брюссель. Культовый автопроизводитель Роллс-Ройс подсчитывает рекордные убытки. Богатые бизнесмены по опросам хотели остаться в ЕС, но судьбу страны определил рабочий класс. Тереза Мэй вывела нас из состава ЕС. Теперь мы и правда Великая Британия. И пока одни празднуют победу, другие выходят на марши протеста. Великобритания никуда не денется с карты Европы. Просто будет искать свое новое место. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности недели. Британское бюро телеканала Интер. Вот, кстати, схватка за Гибралтар, о котором упоминала Оксана, может получиться очень серьезной. И станет одним из главных политических сюжетов в Европе в нынешнем году. Эта территория под властью Великобритании уже больше 300 лет. Но Испания так и не отказалась от нее. Гибралтарцы в большинстве своем проголосовали на референдуме против Брекзита. 95% избирателей захотели остаться в Евросоюзе. И для испанцев было бы странно этим не воспользоваться. В то же время в Англии обратили внимание, что премьер Тереза Мэй так и не упомянула Гибралтар в письме, которым официально начала процедуру Брекзита. Британские оппозиционеры опасаются, все это может довести Лондон и Мадрид до открытого конфликта. За развитием которого, как и многих других, мы будем очень внимательно следить. Но уже в следующих эфирах. На сегодня все. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok